В Уфе за текущий год произошло более двух тысяч пожаров. Огонь унен с жизнью 27 человек. В повышенной зоне риска жители частных домов. Чаще всего причиной трагедии становится неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и печного отопления. Одна из мер борьбы – выдача пожарных извещателей. С начала года такие устройства получили порядка 12 тысяч уфинских семей. Кроме того, в МЧС Республики предложили оказывать еще и адресную помощь по ремонту потенциально опасных приборов. По поручению главы республики, после представления главного управления части России по республике Башкортостан, анализы по причинам и местам возникновения пожара было предложено не только бесплатно выдавать пожарные извещатели, но и оказывать помощь гражданам в ремонте печного отопления и электрооборудования. От социальных вопросов к теме культуры. В Уфе масштабная реконструкция ждет детскую филармонию, городской дворец культуры, театр юного зрителя, культурно-досуговый центр и планетарий. Объекты должны обновить до 2024 года в рамках нацпроекта «Культура». Главная задача федеральной программы – сделать учреждения более интересными для уфимцев. Проектом также предусмотрено оснащение музыкальных школ и переподготовка кадров. Кроме того, в Уфе зарождается новое движение «Волонтеры культуры». В текущем году к акции присоединились люди старшего поколения и молодежь. Планируется, что к 2024 году движение объединит более 120 волонтеров. Волонтеры будут заниматься развитием туристической привлекательности Уфы, сохранением культурных объектов, принимать участие в проведении культурных мероприятий. В этом году на дорогах столицы произошло более 18 тысяч ДТП. Чаще всего водители нарушают правила проезда перекрестков, не соблюдают дистанцию и наезжают на пешеходов. Особую тревогу у инспекторов ГИБДД вызывает детский травматизм. За 10 месяцев в авариях погибли 4 ребенка, 172 получили травмы. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился вдвое. Мы начали изучать совместно с ГИБДД, в чем причина этих аварий. Если у нас раньше сбивали, то есть еще весной и зимой сбивали на пешеходных переходах детей, то с приходом осени у нас начали подростки перебегать дорогу в неположенном месте. Здесь нужно работать уже на всех фронтах, поэтому мы объявляем перезагрузку, безопасный путь 2.0, объявляем 18 ноября. Итоги акции мы подведем только в январе. Так в традиционных рейдах теперь будут участвовать не только родители, но и дети. Школьники переоденутся в формы сотрудников ГИБДД и начнут штрафовать нарушителей. Присоединиться к акции «Безопасный путь» предлагают всем уфимцам. Любой желающий может прислать видеоролики на тему детской безопасности, которые потом будут публиковаться в интернете. Авторы работ, набравших наибольшее число лайков, получат ценные подарки. Татьяна Онина, Ильдар Гореев. Уфимское время.